Всем привет, друзья! Xiaomi продолжает штурмовать рынок, заполняя полки своей продукцией в разных категориях, а мы продолжаем знакомиться и тестировать различные гаджеты, устройства, приспособления. В этом видео 5 серьезно полезных вещей для дома, которые, возможно, вы уже прямо сейчас захотите приобрести, а также не пропустите конкурс, смотрите видео до конца, у нас полезный приз. Поехали! Зеро-шу-с-драйер Такой вариант поставляется уже с европейской вилкой. Вес 265 граммов, размеры 170 мм длина и 71 мм ширина, мощность 20 Вт. Питаются от сети 220 Вольт, изготовлены из прочного термоустойчивого пластика с множеством отверстий. Внутри расположен нагревательный элемент с терморегулятором. Это, кстати, новые кроссовки Миджа 4-го поколения. Крутые, интересные, отличный вариант по соотношению цена-качество. Несколько размеров продаются в нашем инстаграм-магазине. Вообще, конечно, Xiaomi очень много выпустили обуви, одежды, но это совсем другая история. У меня более простая версия. Если доплатить, что я вам рекомендую сделать, несколько долларов, то вы получите, так сказать, программируемый таймер. На этом бочонке будет кнопка, нажав на которую вы сможете выбрать время. 2 часа, 6 часов, либо же 9 часов. Это будет очень удобно, не нужно будет ни за что переживать. Воткнули в розетку, выбрали, к примеру, 2 часа. Убрали кроссовочки в сторону, или пусть они там стоят где-то себе, сушатся. Берем новый смартфон Xiaomi Poco X3, самый крутейший аппарат 2020 года. Стереозвук, 120-герцовый экран. И врываемся в эпические битвы вместе с Raid Shadow Legends. Продуманные чемпионы есть, крутые боссы есть, миллионы игроков по всему миру есть. Есть несколько лет поддержки и постоянных обновлений, тоже есть и есть. В Raid Shadow Legends есть все и даже больше. Я играю в Raid, но что меня заставляет возвращаться в игру чаще, так это их огромное активное сообщество. Врывайтесь и вы в крутой мир мобильных игр, пробуйте Raid Shadow Legends. Ежемесячно в нее играют миллионы игроков, обсуждают более 100 тысяч участников в Discord, и уже почти 40 тысяч геймеров на Raid. Сейчас самое время присоединиться и тебе, а фишка в том, что ты можешь играть в Raid как на смартфоне, так и на ПК. Игра абсолютно бесплатная. А даже если не разбираешься в играх и не знаешь, как пройти побить боссов, не переживайте, огромная поддержка и множество веб-ресурсов, обучающих видео, тебе помогут. Более 25 миллионов скачиваний игры по всему миру, около тысячи видео публикуются на YouTube. Raid постоянно выпускает новые обновления, и прямо сейчас в разработке самая крупная ближайшая обнова – это роковая башня в подземельях. 120 этажей суперсложных уровней и еще более сложных боссов. Для победы нужны будут, конечно, особые стратегии войны. Поддержи мой канал, качай по ссылке в описании. И в качестве новой игрока ты получишь ключ кланного босса, запас энергии, ускоренный буст прокачки, 5 загадочных осколков, 50 рубинов, 50 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона-палача. И поторопись, бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Ищи меня под ником в игре Белозеров.ми. Компания NextTool занимается разработкой и выпуском товаров для кемпинга, туризма и дома. Мы уже протестировали и опробовали в деле несколько различных фонарей и мультитулов. И еще одна разработка 2020 года, которая в вашем доме точно лишней не будет. Это тоже универсальное и интересное устройство. Прямоугольный брусок с вырезом, через который просматривается датчик освещенности и движения, а также кнопка. В первоначальном варианте это для вас умный ночник, который при помощи комплектной ответной части размещается в удобное для вас место. Когда вы мимо него проходите, тут датчик срабатывает и загорается подсветка на 25 секунд. Срабатывает на расстоянии до 3 метров. Свет распространяется через большой матовый рассеиватель. Но Xiaomi не были бы Xiaomi, если бы все было так просто. Этот брусок можно использовать в качестве прикроватного сметильника. Снимается он просто с крепления и через диффузор можно освещать комнату. Следующий шаг это уже полноценный фонарь. Диффузор поворачивается и из бруска извлекается полноценный фонарь, который еще имеет 4 режима работы. Турбо обычный минимальный из строп. Но ребята, и это еще не все. Внутри фонаря встроен аккумулятор на 2600 мАч. Из задней стороны помимо порта для зарядки есть выход USB 5V. То есть при крайней необходимости можно подзарядить смартфон или подключить какой-нибудь другой гаджет или световой прибор. Заряжаться фонарь может как отдельно, так и через пластиковый кожух. В комплекте есть три вида крепления. Как стационарное при помощи дюбелей, так и магнитное для установки на металлической поверхности и плюс 3М скотч. Примерная стоимость 20 долларов. И как по мне, друзья, то вполне отличная цена для такого устройства, так сказать, 4 в 1. Продуманная конструкция и варианты крепления, универсальность, да и неплохой дизайн. Что вы думаете, пишите в комментариях. Друзья, а вот это устройство мне кажется нужно всем, да и подойдет всем. Есть уже сейчас унитазы со встроенным стерилизатором. Xiaomi предлагает портативную аккумуляторную версию. Поставляется с кабелем для зарядки формата microUSB. Аккуратное небольшое устройство, похожее по размерам на мыло. Крепление подразумевается на крышку унитаза при помощи 3М скотча, который идет в комплекте. Главный пластиковый бокс помещен в силиконовый держатель, который выступает в роли защиты. И тем самым при необходимости зарядки гаджет позволяет его и легко извлечь для этой процедуры. Снимаем и видим порт для зарядки и ползунок для включения-отключения. Полной зарядки хватает на 140 стерилизаций. Коэффициент стерилизации по заявлению производителя 99,9%. Срабатывает автоматически после опускания крышки. Стерилизация длится 5 минут. Влагозащита здесь по стандарту IPX4. Друзья, ну а лампа работает 100% даже без запросов. После включения слышен характерный запах озонирования и небольшой шум. Это устройство уничтожает бактерии, устраняет запахи соответственно. Отличное дополнение вашему унитазу для гигиены и чистоты. Ориентировочная стоимость тоже порадует. Это примерно 12 долларов. В последнее время все больше гаджетов в доме нуждаются в подключении к домашнему роутеру. Это сигнализации, потолочные светильники, различные шлюзы, телевизоры, принтеры, ноутбуки, смартфоны, часы, камеры и список очень огромный. Обеспечить стабильный сигнал старички уже не в силах. Да и если у вас проблемы с интернетом, плохой связью, с потерей сигнала и не устраивает дальность работы, ребят, пора обновиться. Xiaomi уже несколько лет продает на рынке топовые маршрутизаторы в соотношении цена-качество. В 2020 году была представлена вот эта новинка, модель AEC-2100. На него можно подвесить сразу до 128 устройств. Пробивает сигнал на метров 20 через три кирпичные стены. В квартире вообще проблем со связью не будет и можете подключать к нему все, что пожелаете. Работает в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Внутри установлен двухъядерный процессор с тактовой частотой 880 МГц и встроенным усилителем NetEasy UU. Xiaomi AEC-2100 получил двухполюсные и четырехполюсные усилители, а также и LNA, которые способствуют улучшению приема сигнала на большие расстояния. С учетом, конечно, препятствий и стен. В комплекте предусмотрен адаптер питания, патч-кабель и инструкция. Но если у вас уже был, ребят, опыт с роутерами Xiaomi, то проблем с настройкой, я думаю, не будет и подключение простое на самом деле. На крайний случай, если вообще в этом не разбираетесь, обращайтесь к вашему провайдеру, они вам помогут с этим делом. Я тестирую роутер уже вторую неделю, у меня подключено дома около 40 устройств к нему и все работает отлично, никаких обрывов или зависаний не было. Ориентировочная стоимость 40 долларов в нашем инстаграм-магазине была продана 50 единиц, жалоб от покупателей не поступало. Могу рекомендовать к покупке, ссылка в описании. Курить, конечно, вредно и сами не курю, но не мог вам не рассказать про аккумуляторную зажигалку Xiaomi Bebest. Поставляется в подарочной красочной упаковке, внутри расположена инструкция, зажигалка и зарядный кабель формата USB-MicroUSB. Зажигалка практически плоская, корпус из цинкового сплава и покрыт черной матовой краской. Вес составляет 50 граммов. На правом боку расположили порт microUSB для зарядки аккумулятора. Толщина корпуса, ребят, всего 8,4 миллиметра, очень тонкая, высота 80 миллиметров, ширина 25. Крышка вообще без люфта, не болтается, хороший такой вот кирпичик маленький. При открытии загорается светодиодная подсветка логотипа и это же сенсорная кнопка. На нее нажимаем, подается питание, отображается заряд аккумулятора четырьмя точками. Когда заряда становится менее 10%, они начинают мигать. Так вот, нажав на кнопку, сразу же происходит разогрев спирали до красна. Открытого пламени, как видите, нет, значит, вероятность поджечь что-то или подкурить на ветру увеличивается. Полного заряда хватает, по заявлению производителя, на 7 дней при использовании зажигалки 6 раз в день. Хорошие материалы, нормальный дизайн, да и аккумулятор, и цена невысокая. На сегодня у нас все, друзья. Впереди еще будет много всего интересного, поэтому, чтобы не пропускать новые видео, просто не пропускайте их лайком, не жадничайте и напишите любой комментарий. Собственно, это и условия для конкурса, которого мы разыграем уличную камеру Зоси с двойной подсветкой, сиреной, да еще и с двухсторонней связью. Многие подписчики уже получили свои призы. Можете посмотреть фотоотчеты в нашем паблике. Возможно, в этот раз и вам повезет. Лайк, подписка и комментарий. Условия самые простые, приз хороший. Мы увидимся с вами скоро. Я не прощаюсь, новое видео уже записывая. Ну что, ребят, кто смотрел прошлый обзор наших товаров Xiaomi, где было 30 крутых товаров, то я показывал, что вот засеял траву, специальную кошачьую мяту, якобы, которую кот должен будет употребить после ее прорастания. Ну что ж, смотрите, выросла трава, все получилось. Практически на второй день уже появились паростки. И сейчас это выглядит вот так. Кот, конечно же, обратил на это внимание и скушал несколько травинок. Она все еще продолжает расти, поэтому можно покупать. Ссылку оставлю в описании.